Ну что, камера пошла. Здравствуйте, друзья! Очередная запись очередной пациентки, причем даже не очередной. Пациентка уже дважды консультировалась здесь, мной и вами, да? Ну а сегодня, значит, по просьбе пациентки, вот что-то там у нее не совсем идет так, как планировалось, я не знаю, что, вот, и вот мы сейчас и выясним этот вопрос. Здравствуйте, пациентка инкогнито! Здравствуйте! Я прошу вас, значит, рассказать следующее, значит, какой диагноз я вам выяснил, он в двух словах, значит, какое лечение вы проводите, как долго вы его проводите, ну, в рамках нашей консультации, какая доза препарата и какая проблема. Слушаем вас. Угу. Монополярная депрессия, терапия у меня этилофрамом в 15 миллиграмм. Так. Вот. И лечение, ну, наверное, уже четвертый месяц. На 15 миллиграммах, да? На 15 миллиграммах два месяца. Так. Ну, хорошо, будем считать на 15-2 месяца. В общей сложности 4, да? Да. Ну, и какие проблемы? Почему вас опять, значит, обстоятельства вынуждают опять звонить, а? В общем, все было хорошо. Наш прежний созвон с вами был, у меня было вроде бы как ремиссия. Все хорошо. Моё ощущение и моё психическое состояние нормальное было. Без депрессии, без тревожности. Так. И потом... А, я же ещё на ночь принимала амитриптилину. Я его отменила. Уже как полтора месяца вообще не принимаю амитриптилин на ночь. Отлично. Отлично. Только эсциталопрам. Так. Отлично. Так. В общем, ну и чувствую, что вот как-то вот эсциталопрам не работает на 100% на мне. Всё равно вот есть какая-то ещё вот тревожность, ещё какие-то мысли. Особенно перед сном. Вот когда закрываю глаза, ложусь спать, вот у меня как обрывки фраз каких-то в голове, вот картинки. И вот того, что вот происходило за день. Вот какие-то вот такие вот... А вы знаете, пациентка инкогнито, это называется... Это не тревога, это называется гипногогическая галлюцинация. У меня тоже это происходит. Это происходит там пару секунд, и вы засыпаете. Так или нет? Да, да, да. Нет, так а почему это вас пугает? Наоборот, когда у вас вдруг начнут вот так уже, знаете, в полусознательном состоянии мелькать картины, там дня или не дня, вы должны наоборот повернуться на другую сторону и сказать, наконец-то я засыпаю. У меня это сплошь и рядом. Иногда, вы знаете даже, что бывает. Бывает, вот вдруг я слышу стук громкий такой. Я тут же, значит, просыпаюсь и спрашиваю супруги. Говорю, Наташа, это что, ты не слышала стук? Она говорит мне, а, ну всё, значит, я уже всё спокоен, да и повернулся на другой бок и заснул. Вот это вас беспокоит только? Или что ещё? Ну вот, когда вот, получается, вот эти вот галлюцинации гипнотические, вот, я их пугаюсь, и у меня вот накрывает волна горячая, вот как будто предпаническая атака, вот, но она потом сходит, как бы, я начинаю себя успокаивать или дышать там как-то вот спокойно, и оно как бы уходит, меня паническая атака не накрывает. Ну так она и не должна уже, а вот теперь так. Ну вот, а если я вам сейчас объяснил, что на этом, значит, гипногогическое, там, вы понимаете, там чаще всего даже не слуховые. Слуховые это иногда, иногда у меня бывают, я знаю почему, потому что у меня есть один комплекс, вот, значит, что там в дверь кто-то ночью может войти, поэтому вот и меня это ещё, или, может быть, действительно там где-то кто-то что-то стукнул, вот. А в основном это, вот, знаете, как поток фильма, вот, быстро вот идёт одно, другое сменяется, сменяется, и меня это абсолютно не тревожит, вот стук он может, значит, вызвать какое-то такое, значит, я спрашиваю, может быть, значит, кто-то там вламливается, или кто-то стучит в дверь, и так далее, и так далее. Это меня вот, а если начинаются вот эти, как, знаете, в мультфильме мелькают эти, вот, я знаю, что это я уже засыпаю, вот, и всё, и действительно через там, может быть, даже несколько секунд я засыпаю, то есть я на это абсолютно не обращаю внимания. Даже когда я слышу стук, я только пробуждаюсь, и, ну, это реже бывает, стук бывает, это, может быть, ну, там, раз в квартал, и так далее, я только могу спросить у супруги, не было, вот. Бывают и гипнопомпические, эти реже, это когда вот под утро ты уже начинаешь просыпаться, но ещё полностью не проснулся, то же самое. А вот если я вам сейчас объяснил, что, что такое, что это гипнологические галлюцинации, и что на них обращать внимание не надо, наоборот, как только начинается поток этих мыслей, видимо, это и мысль, и одновременно вы как бы её и видите, эту мысль, правильно, картинки? А, да, но всё равно ещё какое-то вот напряжение, вот я как будто вот жду, что вот опять начнутся какие-то симптомы, или вот, например... Так это же вы пойми, так это вы уже вызываете, никаких симптомов не начнётся, это, это, это у человека, который находится в нормальном состоянии, понимаете? Вот, так что, значит, ну хорошо, давайте так, значит, с гипнологическими галлюцинациями я вам объясню, это не проблема, это ничего, это, это нечего валить на этот вот, на эсеталопрам или на то, что вам это плохо. Скажем так, почему вы придаёте им такое большое значение? Ну, потому что у меня же фобия, я же боюсь там шизофрении и сойти с ума... Понятно, я всё понял, я даже улыбаюсь, значит, ну я же вам объяснил, а вот если я вам объяснил, что это не шизофрения и не обращайте на это внимание, это пару секунд и всё, как вы думаете, это уйдёт, это первое, а второе, а ещё что-то есть, кроме этих галлюцинаций? Да, например, вчера, когда мыла посуду, вот мыла посуду и пыла ножи, и думаю, вот, а я вдруг сейчас вот схвачу этот нож, и чему там какой-то вред, допустим, конкурс вот этот. Ну, ближнему, ближнему находящегося, да? Я сразу же, как бы, ну, проскочила эта мысль, и я, как бы, не придала ей значения, она раз и ушла, как бы, я не зацепилась на этом, но всё равно, я думаю, блин, ну я же принимаю эсциталопрам, не должно быть этого у меня, как бы, не должно быть... Всё, вы только две недели на эсциталопраме, всё ещё, всё ещё может быть, вот если вы будете прерывать лечение, то, что вы делали, так тогда, я же вас помните, я вас предупреждал, говорю, пациентка инкогнито, Значит, вам уже надо будет вот это лечение пройти, потом остановиться на поддерживающей дозе и длительно её принимать. И объяснял, что чем чаще вы будете прекращать лечение через полгода или год, а потом его возобновлять, тем больше потребуется вам доза этого препарата, и тем дольше вы будете ещё цепляться за какие-то там мелкие, редко возникающие симптомы. Так что, пока, в вашем случае, это у вас третий эпизод или какой? Да. Третий эпизод, да, и на третьем эпизоде вы, то есть, предыдущие два, вы прекращали лечение эсциталопрамом, правильно? Ну да, да, всё полиция. Ну вот и всё, так что послушайте меня, уважаемая пациентка инкогнито, с моей точки зрения вы находитесь в ремиссии. Вы находитесь в ремиссии, это ремиссия. Но вы из этих, скажем так, отдельных гипногогических, так, или там вот этой одной мысли, которая тут же уходит, вы, значит, накручиваете, вы их раздуваете, вы их превращаете из какой-то мелочи в какого-то гигантского, даже не слона-элефанта, а мамонта, которого мы не видели, потому что мамонт ещё крупнее, чем. Откручивают. Вот вам и всё, поэтому, с моей точки зрения, вам нечего паниковать, вы должны успокоиться. Ночные эти галлюцинации, это не ночные, это гипногогические, во-первых, они не каждый раз, они иногда, они не должны вас из-за пятку трогать, из-за пятку трогать. Понимаете, вы не должны быть, вы должны только наоборот, когда такое возникло, сказать себе, значит, пациентка инкогнито, чуть не произнес ваше имя, пациентка инкогнито, ты сейчас заснёшь, слава богу. Это такое, вы поймите, это приятное ощущение. Почему? Потому что ты уже наполовину спишь, наполовину, наполовину ты ещё бодрствуешь. Но для вас, конечно, оно неприятное, почему? Потому что оно тут же окрашивается страхом, вы тут же себя будете, вы тут же переживаете, пугаетесь, ну и у вас получается как бы такая там на четвертишку, на четвертинку паническая атака. А если вы это, дадите оценку другую, слава богу, я уже почти что расслабилась, ещё одна, две, три, там, десять секунд, и я засну, и так оно и бывает, и так оно и будет. Тогда, может быть, вы её очень и очень спокойно перенесёте, а кроме того, она постепенно будет реже, всё реже и реже возникать. Самое главное, чтобы не придавали ей значения. Я ещё могу понять, когда вот вы говорите, вчера я готовила на кухне, и вдруг у меня промелькнула такая мысль. Конечно, это может немножко временно напрячь. Почему? О, а вдруг вернулось, а вдруг вернулось. Но если оно тут же проходит, значит, вы можете испугаться, вы можете подумать, ай, вернулось. Но на самом деле оно не вернётся, потому что вы лечите и успокоится. Вот и всё. А на ночные, я опять вам повторяю, наоборот, наоборот, вы должны просто представить себе слепс, вспомнить, что я вам говорил, если в состоянии, это вы уже наполовину спите, вот. Что наоборот, как хорошо это всё, я сейчас засну. Почему? Потому что если человек засыпает, вот, он же расслабляется, он уходит из своих этих дневных всяких проблем. Другое дело, что если ночью снятся сны чёрных, они тоже мешают, это другое дело. Ну, а что делать? Ну, вы же поймите. Вот. Но самих этих кратковременных, секундных галлюцинаций вы не должны пугаться. Вот. Там я ещё могу предположить, действительно, можно улыбаться, что ж такое, я не сплю, это же не гипнологическое, это вот. Вот. Но если вы увидели, что оно, что вы его убрали и всё, оно может, ещё может, в зависимости от погоды, чаще всего, в зависимости от какой-то там проблемки. Это может быть. Вы знаете, вот я вчера проснулся, и мне так хреново, и не могу объяснить. Думаю, низкий сахар, я в жене прямо, и 3-4 часа её доставал. Говорю, как ты чувствуешь? Она уже начала к ней возбудилась. Вот. Потом прошло. Сегодня как будто бы под пулу. Значит, я потом понял. Значит, что происходит? Происходит вот что, у нас там морозы, да и небольшие там, 2 градуса, минус был, 3 минус, 4 минус, ночью. Ну, а днём 1, вот. А уже сегодня всё перешло на плюс. Тоже, значит, конечно, не там 10 плюс, а плюс 1, 2, 3. Вот и всё, это была адаптация, уже всё, это метеозависимость. И вот любая, любая смена погоды, либо туда, на похолодание, либо на потепление, она вызывает у меня то там заболеть, то тут заболеть, то там, значит, какая-то хреновень, то там, значит, слишком большая сонливость, то наоборот. И у жены так же. Она просто более спокойная дама, у неё сон может отшибать. Вот, и всё. Вот она вчера, например, почти что не спала, а сегодня уже хорошо спала. Вот вам и всё. Вы поймите, если вы будете так относиться ко всему и требовать от себя, чтобы у вас была каждый день абсолютная норма, это ошибка. Не может такого быть, понимаете? Вот. Но если это единично, эпизодически, это совсем не признак того, что возвращается ваше заболевание, понимаете? Да. Вы же всё-таки больной человек, вы должны понимать, вы больной человек. Вы на эсцеталопраме сейчас находитесь в ремиссии, в ремиссии. Но, поскольку всё-таки больной, да и здоровые люди, я же специально, у меня сейчас мало просто контактов, но я спрашиваю у детей, там, у сына, спрашиваю, слушай, ну как ты, или как там на работе? Ну, он, конечно, молодой, 50 лет относительно, но для меня он молодой. Он говорит, да ну все вот такие какие-то и так далее, и так далее, и так далее. Понимаете? Это ошибка, когнитивное заблуждение. Вы думаете, что если вы принимаете эсцеталопрамцию, то на вас ничего не повлияет. Поверьте мне, если у вас будет проблема на работе, так вы обязаны отреагировать, потому что здоровый человек тоже отреагирует. Но это будет адекватная реакция на что-то, это не будет болезнь. Потом вы разрешите этот вопрос, как-то улавите, и оно всё уйдёт. То есть, не надо, значит, первое, если это по причине, оно обязано быть, и только полный идиот, дефективный, скажем так, или со старческой деменцией. Он ни на что не реагирует, он уже как ребёнок маленький. Понимаете? И всё. Вот и всё, он не понимает, он дебил. То есть, и не дебил, а дементный. Вот. А любой нормальный, здоровый человек на любую неприятность будет реагировать. Это первое. Но, а теперь это у вас когнитивная ошибка. Что я делаю сегодня? Я сегодня вам провожу когнитивную терапию. А поведенческую вы сами. Значит, я вам объясняю, что пациентка инкогнито, вы ошибались, вы заблуждались, вы считали, что вот этот галлюцинации, значит, предсонные, да, или гипнологические, что это возврат к болезни, что у вас нет ремиссии. Я вам объясню, у меня они бывают. Ну, нет, естественно, не каждый день. Ну, довольно частенько. Я уже на них и внимание. Я на них даже и не фиксирую внимание. Я могу только фиксировать внимание. Вот под утро почему-то. Ну, всякая такая дрянь снится. Вот, понимаете, вот какие-то проблемы, и ты не можешь решить, это, конечно, утром проснулся, оно как-то отравляет тебе немножко. Первое, а потом ты забываешь об этом. А вот гипнологические, ну, они абсолютно меня не трогают. Во-первых, они коротко. Во-вторых, я знаю, что это такое. Ну, теперь знаю. Вот и слава. Это и есть когнитивное. А теперь что такое поведенческое? А поведенческое, когда такое возникает, нечего себя будить, а наоборот, сказать, ну, слава богу, я сейчас засну. И все, расслабиться, а не накручивать себя, чтобы потом проснуться и находиться там на грани. Вот-вот-вот, может быть, возникнет какая-то паника. Вот вам и все. Вот вам и все. Я поняла, а вот это вот внутреннее какое-то, как его сказать, напряжение, вот напряжение внутреннее, как его убрать? Когда? Вот как будто я жду. Когда оно возникает? Иногда днем бывает. Вот я жду или думаю, ой, что-то у меня сегодня настроение хорошее, как-то вот странно. Или, может быть, насколько я уже привыкла быть, ну, в какой-то депрессивной фазе, может быть, и мне кажется, что если у меня хорошее настроение, то это странно. Почему? Не, вы поймите, опять когнитивное заблуждение, я опять повторяю, если это хорошее настроение, вызвано хорошими какими-то обстоятельствами жизни, ну, вот вы рабо, я знаю, что вы работаете на себя, вот. Ну, вот, значит, пришла там, скажем так, вы хорошо заработали, или приятно, или что-то сделали. Так это ж норма, оно так и должно быть, хорошее настроение. Когда мы что-то приятное получаем, вот я сделал стрим, скажем так, в воскресенье, у меня было хорошее настроение. Ну, вчера я, великолепно, я был счастлив, а вчера проснулся, потому что это вот метеорологические изменения потеплело, и вот это было плохо, я полдня, потом я отошел, опять начал консультировать и так далее, и так далее, и тому подобное, и спал даже хорошо сегодня. Понимаете? Вот в чем вся проблема. Значит, если у вас что-то есть, у вас может быть хорошее настроение. А почему у вас не должно быть, если вы в ремиссии? Если вы в ремиссии, с моей точки зрения, ну, скажем так, 99% ремиссии, ну, еще немножко и будет 100%. Но, я опять повторяю, и у здорового человека могут быть какие-то проблемы, которые, естественно, значит, если вы видите, что есть проблема, значит, вы, это не должно вас смущать. Это нормальная реакция. Ну, скажем так, значит, на ночные эти вообще не обращайте внимания, абсолютно, абсолютно. А прямо тебе, значит, себя, если в состоянии, если вы уже не... У меня еще... Да? Что у вас? У меня еще проблема, вот, например, я не могу просто вот выключить светильник и лечь спать. Вот мне надо, вот я смотрю в телефоне там какие-то передачи или какой-то там фильм, и вот когда чувствую, что засыпаю, резко выключаю телефон и поворачиваюсь на бок и засыпаю. Вот просто вот пойти и уснуть, я так не могу. Но я боюсь, что будут какие-то там мысли в голове или еще там что-то. Вы знаете, я вам хочу сказать, кто-то одевает очки, кто-то специально включает телевизор, понимаете? А это уже так... Вот я... Вы понимаете, я вот, честно говоря, удивляюсь, почему вы так усложняете свою жизнь? Это же норма. Ну, это ваш ритуал. Сколько вы смотрите телефон? Ну, час, может быть. Ну, хорошо, значит, может быть, вам и не надо еще ложиться. Я сам заметил, я ложусь очень поздно. Я ложусь, ну, работая, правда, могу и в четыре, это поздно уже. Если я ложусь в четыре, я тут же засыпаю. Тут же жена еще завидует. Да ты что, ты только лег, только я там слово ей сказал, на полслове я замолчал и уже заснул. Если я лягу в одиннадцать, конечно, я буду уже не так хорошо спать. Потому что привычка выработалась в три, в два, вот. В общем, до двух я еще, если я в два ложусь, хорошо засыпаю. Если в час, вы поймите, значит, либо еще не надо ложиться, а надо, значит, телевизор посмотреть, или телефон посмотреть, либо лежите и смотрите. Ну, это же всегда, это даже когда и хорошо у вас, или нет? Ну, да, да. Ну, так а зачем же, так зачем это вас, зачем вы себе делаете проблемы, а? Я задумалась над этим, не знаю, зачем я настолько себе все усложняю. Наверное, это мой какой-то мнительный, тревожный, дурацкий характер. Ну, нет, ну, хорошо, понимаете, ритуал, да, вы думаете, вот если я не посмотрю полчаса телефон, я не засну. Ну, и делайте этот ритуал, ну, и делайте. Вы же что-то там получаете.